Как реализуется программа «Безопасные и качественные дороги» обсудили на федеральном уровне. Сегодня министр транспорта Максим Соколов провел селекторное совещание с главами субъектов. Сейчас в ведомстве составляют рейтинг лучших регионов, где работы выполняются без сбоев. В Чувашии в рамках проекта необходимо отремонтировать более 100 объектов. Подробности в следующем материале. Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в более чем 30 регионах страны. Капитальный ремонт проводят там, где трассы не отвечают нормативам и часто происходит ДТП. Было зафиксировано 2827 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. И на этот год нами было запланировано следующее мероприятие. Ремонт восстановительной работы в отношении 6500 километров приведенных дорог. Наш совокупный бюджет этого приоритетного проекта в текущем году составляет 65,5 миллиардов рублей. В республике в рамках федерального проекта отремонтировано более 90 объектов. На очереди еще 25. Качество дорожного полотна оценивают не только специалисты, но и общественные активисты. Выдержать такой экзамен удается большинству подрядчиков. Количество брака сводится к нулю. Последние два объекта мы только буквально на днях завершили. В определенной трудности, когда не вопреки своим даже интересам или выгоде, они старались завершить работу, несмотря на свои там, ну может быть что-то не получили. То есть они хотят на рынке работать, показать свое лицо, чтобы в дальнейшем такие программы участвовали. Сейчас от намеченного графика отстает только Маргаушский район. На одном из объектов работы так и не начались. Выход из ситуации обещают найти. Есть вариант решения такой. Сегодня продумали его. Значит, заменить эту дорогу. А федеральный Росавтодор дает это право. Какие решения вы не дали это право? То есть изменения в ПКРТ и на 17-й год мы уже несколько раз делали, два раза делали изменения. В любом случае представить отчеты о реализации проекта регионы обязаны до 1 ноября, не позже. Тем, кто не уложится в эти сроки, федеральный Минтранс грозит санкциями. Понятно, основная работа сделана. Ну и по данным Минтранспорта, Владимир Николаевич, как бы согласительные процедуры у нас проходят. Программу на следующий год уже начинают формировать. Необходимо подготовить качественные проекты. Ремонт дорог в рамках приоритетного проекта может начаться и в других муниципалитетах. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.